всем привет коротенькое видео небольшой модификации скутера от 9bot я решил поменять ручки потому что они смотрятся весьма дешево и они на мою ладонь коротковаты чуток и поэтому когда я еду я постоянно тыриной стороной ладони вот этой вот крайней я упираюсь в эту резиновую заглушку это без конца вылазит я устал ее заправлять потому что заправляется на весьма туго это происходит как на левой так и на правой но здесь я вот уже заправил поэтому я решил их заменить на мотоциклетные ручки эта идея не моя в программе там есть моменты пользователей я посмотрел идею одного из пользователей он правда поставил ручки от мотоцикла nidzi kawasaki если не ошибаюсь они смотрятся очень стильно круто но я нашел только такие пришли они в таком цвете это неправильный цвет продавец ошибся но благо мы в китае они в украине или в россии поэтому продавец извинился и сказал что он вышлет новую партию они очень дешевые и это универсальные ручки они как на kawasaki так и на suzuki и вот эту штуку мне нужно будет снять я правда не знаю как и но придумать как ее закрепить а вот с этой будет все просто потому что здесь есть винты затягивающие ее нужно будет установить и просто затянуть это должно быть просто я сейчас попробую в тестовом режиме установить потому что как я уже говорил продавец просто и мне их подарил из-за своей ошибки и вышлет мне другие правильные они будут полностью черные с красными колечками вот здесь вот более стильно смотрятся эти немножко кричащие вот но пока я жду замену покатаясь на вот этих ну вот я снял гриб ну гриб такое название на английском ручка вот это вот дело это оказалось не очень простым пришлось немножко попотеть взять полотенце для более лучшей хваткости потому что сидела эта штука мертва вот так что девочки не справиться вам нужно помощь мальчиков любом случае потому что снять его очень непросто цепкая штука ну и вот сравнение двух ручек базовой весьма унылый из постоянной вылезающей боковиной и модифицированной левой ставится очень просто и легко и она гораздо шире поэтому на мою ручищу должно хватить ну и как-то приятнее держать за ребристую резиновую поверхность чем за вот эту вот вспененную я меж тем разобрался с этой ручкой вот с этой вот штукой оказалось что у нее просто левая резьба ее нужно откручивать в другую сторону и она простенько снимается плоскокупцами зажал и открутил получил вот такую вот ручку она без зажимных винтов но опять же лайфхак того парня который ставил первым ну я увидел она просто садится на изоленту и диаметр этой ручки внутри чуть больше чем у этого самоката поэтому для уплотнения достаточно накрутить немножко изоленты и плотно эту ручку ставить и она будет держаться можно использовать небольшую хитрость называется она тепловое расширение это известно вам наверное еще со школы для того чтобы плотнее насадить правую ручку на на сам руль скажем так вам ее желательно в теплом помещении или над плитой подержать какое-то время чтобы она нагрелась но весьма ощутимо а сам самокат подержать в холодном месте и потом быстро пока ручка не остыла принести и надеть ее на на руль самоката в таком случае когда температура выравняется тепловое расширение естественно пропадет и ручка уменьшится в диаметре и она сядет на изоленту более плотно и не будет так сильно прокручиваться так что попробуйте вот таким методом потому что когда я пробовал насадить ручку просто на изоленту но это получалось не очень хорошо и она постоянно прокручивалась изолента слазила в общем это было неудобно потом я вспомнил об этой хитрости и ручка села гораздо плотнее теперь она почти не прокручивается вот ну а вот так вот выглядит в общем самокат с новыми ручками которые пришли мне уже правильные замена я их установил и катаясь получаю удовольствие они выглядят так как будто здесь и были потому что на самом самокате тоже есть красные элементы светоотражающие и эти ручки смотрятся ну очень органично вот такое небольшое видео и соответственно не модификация сама небольшая ручки обошлись мне 55 юаней это примерно 9 долларов но скорее всего вы можете найти и поставить любые другие мотоциклетные ручки которые понравятся вам и соответственно таким образом можно кастомизировать внешний вид вашего самоката всем спасибо за просмотр и до встречи